Когда-то главная роль собак сводилась к работе. Четыроногие друзья человека должны были приносить пользу, чтобы завоевать право жить рядом со своими двеногими братьями. Прошли века. Человек обзавелся техническими средствами и острая необходимость в помощи многих животных отпала. Конечно, рабочие животные остались. Например, они могут служить в полиции или возить упряжки по северному бездорожью. Но большинство собак теперь стали членами семей. превратившись в декоративных питомцев. Конечно, при выборе любимца обращается много внимания на характер собаки. Но главное, что прельщает будущих владельцев, это их красота. Итак, топ-десятка самых красивых пород собак. Приступаем к просмотру. Первое место нашей топ-десятки занимает Колли. Один раз увидев собаку этой породы, вы уже никогда не спутаете ее с какой-либо другой. Острая мордочка, густая и длинная шерсть, окрашенная узнаваемую комбинацию белого, рыжего и черного цветов, немного завернутые вперед ушки, большой пушистый хвост. Трудно поверить, что эта красавица выводилась как пастущая порода, и никто не смотрел на ее красоту. Важны были только сообразительность, выносливость, скорость и преданность собаке. Шотландская овчарка, второе название Колли, пасла овец на просторах своей родины, даже не подозревая, что она красива. А мировая общественность долгое время не знала об ее существовании. И лишь в конце XIX века ее судьба изменилась. В одном из своих путешествий английская королева Виктория заметила Колли и заинтересовалась богородной пастушкой. Ее величество привезло в замок несколько собак этой породы, чем дала повод к первой волне популярности. Вторая волна захлестнула мир после выхода на экран нескольких фильмов о Лессе. Познакомившись с Колли, люди поняли, что она не только красива, но и умна. Это веселый и преданный компаньон, обладающий чувством юмора и высоким уровнем ответственности одновременно. Колли терпеливо и с любовью относится к детям, поэтому пользуется большой популярностью в качестве семейного питомца. Второе место занимает самоедка Лайка. Ее еще называют просто самоед. Это прозвище не имеет ничего общего с характером или поведением собаки. Себя она не ест ни в моральном, ни в физическом смысле. Самоедами называлось древнее северное племя, приручившее белых мохнатых собак. Это одна из самых древних арктических пород, состоящих на службе у человека. Благодаря суровым северным условиям она обзавелась густой белой шерстью, арктического типа, с плотным войлочным подшерстком. Маленькие треугольные ушки, улыбчивая мордаха, глаза с выражением плутоватой невинности – все это делает самоедов невероятно обаятельными. Когда-то самоеды возили поклажу и охраняли стадо оленей. Это универсальная собака, сочетающая в себе качество староживой, охотничьей, ездовой и пастушей. Теперь же белых псов ценят за великолепный экстерьер и отличный характер. Самоедки лайки – это воплощение любви, дружбы и жизнерадостности. У самоеда масса плюсов, на его шерсть аллергия бывает редко. К тому же собаку не нужно часто мыть. Даже если купать пса раз в полгода, шерсть будет оставаться белоснежной. Эта порода собак хорошо уживаться с другими животными, могут подружиться даже с кошками. И что важно, они не лают. Правда, самоедов не стоит держать в квартире и надолго оставлять одних. От скуки они начинают грызть все вокруг. В идеале, когда пес свободно бегает на участке вместе с другими животными, потому что это стайная собака, не терпящая одиночества. Третье место занял Бернский зененхунд. Пастущая собака. Сельская собака. Такие названия отражают роль, которую играла данная порода в жизни швейцарцев. Большие мохнатые псы помогали пасти и сторожить скот и нередко использовались для перевозки тяжестей. Несмотря на то, что Бернский зененхунд является рабочей собакой, он не слишком энергичен. Эту породу хорошо характеризует шутка. Я не ленивый. Я энергосберегающий. Они могут хорошо поработать и потратить много энергии, но не любят попусту суетиться или трудиться сверх меру. Если у зененхунда появится возможность отдохнуть, завалившись на бок, он этим обязательно воспользуется. Берны имеют довольно узнаваемый цветной рисунок. Вдоль носа красуется белое отметие на форме груши, плавно переходящее в белое пятно на груди. Тело и голова черные, лапы и щеки рыжие. Из-за двух рыжих отметин на бровях собак называли еще четырех глазами. Эта небольшая деталь придает зененхундам трогательный и немного удивленный вид. А еще они умеют улыбаться, чем окончательно покорили сердца людей, выбирающих этих больших добрых псов в качестве компаньонов. Ирландский сеттер Посмотрите на этого энергичного огненно-рыжего пса. Узнали? Да именно представитель породы ирландских сеттеров стал лицом собачьего корма Чаппи и герой многочисленных рекламных роликов. И не зря. Ирландский сеттер очень красив и обаятелен, а его красная масть практически уникальна. Сколько вы еще можете назвать пород с такими яркими запоминающимися окрасками? Естественно, ни одного. На своей родине Верландии сеттер – национальная гордость. На британских островах эта порода легавых всегда была одной из самых популярных. Ни один уважающий себя лорд не мог обойтись без сарни, где обитали по несколько десятков сеттеров сразу. Это были великолепные собаки, которых знать применяли для спортивной охоты и птиц. Как и в случае со многими другими породами собак, их красота интересовала заводчиков меньше всего. Куда важнее были рабочие качества. К слову, модные сегодня красные сеттеры не были популярными среди охотников. Куда более ценились красно-белые пятнистые псы. Их было хорошо видно среди зарослей. Красный сеттер сливался с окружающим пейзажем. К тому же существовала опасность, что хозяин, спутая его с лисой, может пристрелить. Поэтому на шее однотонных собак повязывали яркую косынку. Красные сеттеры завоевали популярность заводчиков с появлением первых выставок собак. Именно их окрас вызвал столько восхищения, что вытеснил популярный ранний пегий. К тому же, мода на охоту среди вельмож постепенно сошла на нет. И сегодня сеттеры – это в первую очередь выставочная порода с отличным экстерьером, имеющая историю легавой собаки. Немецкая овчарка. Немецкая овчарка – это воплощение благородства, преданности, ума, смелости, силы и красоты. При словосочетании «полицейский пёс» или «служебная собака» мы в первую очередь думаем о немецкой овчарке, ведь именно она чаще всего служит в полиции и в пограничных войсках, на таможне, помогает спасателям и используется в качестве собак-поводырей. Овчарки неоднократно снимались в фильмах и в телесериалах. Вспомним лишь любимые всеми комиссар Рекс и Возвращение Мухтара. С каждым новым фильмом любовь людей к собакам благородной породы усиливалась. Сегодня для многих это не просто охранная и служебная собака, но и любимец семьи. Сейчас существует две линии немецкой овчарки – выставочные и рабочие собаки. В первом случае больше внимания уделяется экстерьеру, а во втором – рабочим качествам. Как вы понимаете, из-за этого они довольно сильно отличаются внешне. Служебные овчарки из фильма в действительности принадлежат к выставочной линии. Эти собаки с характером, чепрачным окрасом, низко опущенным кропом, крупными чертами лица. Но при этом они проигрывают рабочим в своих служебных характеристиках, менее энергичны и физически слабее. Такая собака подойдет в качестве питомца для загородного дома, для выставочной работы. Рабочие собаки обладают более простой, волчьей конституцией тела. У них прямая спина, а окрасы могут быть самыми разными. Черного и серого, часто с рыжими ногами. Посмотрев на рабочую овчарку, неосведомленный человек подумает, что перед ним совсем другая порода собак или же породный брак. На самом деле, настоящие служебные собаки выглядят именно так. Может и не совсем красавцы, но смелые, сильные, энергичные и очень умные. Бишон-фризы. Белоснежное облако. Такая ассоциация приходит на ум при первом взгляде на Бишона. Небольшие пушистые собаки, наделенные не только прекрасным экстерьером, но и жизнерадостным, дружелюбным характером. В то же время, эти малыши имеют свое мнение и гордость, присущую особам благородного происхождения. Не зря ведь их история неразрывно связана с французской знатью. Упоминания о Бишонах прослеживаются в европейской литературе еще с XIII-XIV веков. Придворные дамы любили брать с собой на светские встречи милых компаньонских собак с белоснежной шерстью и черными глазами-бусингами. Представители этой породы имеют только одну масть – белую. Самая большая трудность содержания этих красавцев – это уход за шерстью. Она в своем роде уникальна. Шерсть Бишона растет всю жизнь. Сезонных линик нет. Поэтому собаку нужно не только купать каждые 10 дней, но и стричь раз в полтора-два месяц. Хотя этот песик больше напоминает игрушку, он не позволит обижать своих близких. Ильяна бросится защищать хозяина в случае опасности. Это прекрасный домашний питомец. При этом нельзя забывать о том, что эта собака очень общительна. Людям, которые не смогут уделять достаточно внимания своему другу, Бишона лучше не заводить. Тем же, кто стал достойным хозяином этого изумительного создания, остается только позавидовать. Но он приобрел не только собаку неземной красоты, но и преданного друга, любимца семьи. Золотистый ретривер. Порода золотистый ретривер была выведена в Англии в конце 19 века и стала очень популярной охотничьей собакой среди шотландской знати. Ретривер в дословном переводе означает «тот, кто возвращается назад». Это имя было дано ему не зря. На охоте собаки занимались не загоном и не выслеживанием дичи, а нахождением уже подстреленных птиц. Они даже вылавливали их из озера и приносили в зубах хозяину. Кстати, так и появилась знаменитая команда «Апорт». Она произошла от французского слова, обозначающего «приносить». Только раньше собаки носили подстреленных уток, а теперь тренируются на палках. Голден ретривер – крупная собака с мягкой волнистой шерстью золотистого оттенка. Их щенки похожи на милых игрушечных желтых медвежат. Кроме красоты, ретриверы обладают еще прекрасным характером. В США это самая популярная семейная порода собак, поскольку она очень дружелюбна, ласкова, нежна с детьми и умна. Отличный экстерьер, природная сообразительность и в обаянии сделали золотистых ретриверов героями многих кинолент. Например, «Десятое королевство», «Кошки против собак», «Милые гости» и еще добрый десяток картин. Померанский шпиц Существует несколько разновидностей немецкого шпица, и померанский среди них самый маленький. Это карликовые собачки, отличаясь великолепной густой шерстью. Меховой воротник делает их похожими на маленьких львов. Бывают собачки рыжие, кремовые, черные, белые, шоколадные масти. Шпицы – древняя европейская порода. Останки их предков находили в раскопках периода каменного века. Более крупные разновидности использовались для охраны, а карликовые были любимцами знати. Особенно популярными стали эти мохнатые малыши в XIX веке. Их можно часто встретить на многих живописных полотнах того периода. Поклонниками померанских шпиц были такие известные люди, как Моцарт, Эмиль Зуля, Екатерина Великая и королева Виктория. Несмотря на миниатюрные размеры, померанский шпиц – храбрая, независимая собака, стремящаяся к лидерству в семье. При этом она хорошо поддается дрессировке, отличается веселым и дружелюбным характером, поэтому станет отличным компаньоном для семьи с детьми. Правда, из-за миниатюрности лучше не заводить померанского шпица, когда ребенок совсем мал. По неосторожности он может травмировать питомца. Афганская борзая Посмотрите на благородный силуэт Афгана. Это стройная собака с изящной и острой гордой и длинной, развивающейся на ветру шерстью. По человеческим меркам она бы могла быть моделью на подиуме, украшением обложки журнала или лицом дорогой косметики. И действительно, эта красавица – постоянная героиня фильма, рекламы и фотосессий. Если углубиться в историю породы, то окажется, что ее стоило бы называть иранской или персидской борзой. Первые свидетельства о существовании этих собак были найдены на территории древней Персии, а ныне Ирана, в виде наскальных рисунков. Датируем их 9 веком до н.э. Главная гордость афганской борзой – длинная шерсть, достигающая земли. Конечно, такое украшение могут позволить себе лишь терпеливые хозяева, ведь за ней требуется тщательный уход. Терпение потребуется относительно воспитания собаки. Эта порода отличается сложным и упрямым характером, поэтому к ее дрессуре придется приложить немало усилий. Итак, на 10-м месте находится далматинец. Главная отличительная черта далматинцев – пятна, разбросанные по гладкой белой шерсти. Эти псы покрыты черными или темно-коричневыми пятнами с ног до головы, и даже в пасте у них есть пятнышки. Особенное обаяние представителей этой породы объясняется слегка дурашливым видом, из-за чего собака напоминает огромного ребенка. Но не обманывайтесь, далматинец очень серьезен, уперт и своенравен. Когда-то эту породу использовали как каретную. Собака бежала перед экипажем и разгоняла зевак, охраняла хозяев на безлюдных отрезках пути от нападения грабителей. Затем ей нашлось другое применение – сопровождение пожарной службы. Далматинцы исполняли также роль охотничьих псов, сторожей, пасли скот и даже боролись с крысами. Сегодня далматинцы превратились в декоративную породу. Это общительный, энергичный пес, который станет хорошим компаньоном для людей, ведущих активный образ жизни. Он любит много гулять и готов пробегать десятки километров. А вот домоседом эта порода не очень показана. От безделия пятнистый гигант начинает грустить, шкодить и показывать не самые лучшие стороны своего характера. Как видите, при выведении большинства упомянутых пород их внешность мало учитывалась. На экстерьер начали обращать внимание лишь тогда, когда появились первые выставки собак. Самые красивые породы обычно имеют древние корни. Их облик естественный, нескаженный многочисленными экспериментами по скрещиванию. А сами собаки обладают отличными рабочими качествами и могли бы снова стать помощниками человека, если бы появилась такая необходимость. Подписавшись на наш канал, вы узнаете намного больше интересного о нашей живой планете. Насколько она прекрасна и загадочна. До новых встреч! Присоединяйтесь! Продолжение следует...